Салам алейкум. Ис-салам, яс-салам. Ис-салам, яс-салам. Ис-салам, яс-салам. Остались буквально несколько часов до конца Рамадана, короткое наставление братьям, которые дожили, Аллах дал им чест дожить, прожить вот эти несколько часов, которые остались. Бисмиллахи рахмана рахмима. Во-первых, мы благодарим Аллаху Субхану и Таиллу, что он дал нам возможно дожить в месяц Рамадан. Многие люди, многие братья не дожили до этого месяца. И также благодарим Аллаху что дал нам возможность пропаститься, потому что многие братья дожили, но не могут пропаститься. Или по причине болезни, или по причине то, что Аллах не дал им тауфиq, возможность пропаститься в этом месте. Благодарим Аллаху. Хотелось бы сделать наставление братьям самому себе и всем нам. Как уже последний день провести месяц Рамадан? Некоторые вырывают братья то, что ставят там счетчик какой-то и хотят 100 ракатов намаза прочитать или 1000 ракатов намаза прочитать. И сможет уже фаджр подходит «Эх, я еще два раката не успел, это не успел». И начинает у него внутри что-то такое. Внутри какое-то такое. Мы хотим что сказать? Аллах Субхану и Таиллу не смотрит на количество дел. Аллах Субхану и Таиллу смотрит на качество дел. Аллах Субхану и Таиллу в Куране сказал Аллах Субхану и Таиллу, испытать вас, у кого лучше дела. Ни у кого больше дела, у кого лучше дела. Поэтому я что самому себе и всем говорю, вот эту ночь больше провести искренне с Аллахом. Это матлабу дуньяву. То, что Аллах нас требует. Как сказал Субхану ва Тааля, будьте вместе с правдивыми. Это матлабу дуньяву. Это то, что Аллах требует от нас в этой жизни. А какой же самарат яума лькаема? Это день, когда искренним людям поможет их искренне с Аллахом. Поэтому в хадисе сказано, что человека ввело в рай два рака'ата намаза саллаху маби хадир каль. Он их прочитал сердцем. Поэтому два рака'ата намаза ввело в рай. Почему? Потому что он сердцем прочитал. Не сто рака'атов. Поэтому хочу, братья мои, сказать напоминание. Вот эту последнюю ночь проведите с сердцем. Пускай будет мало дел, но будет искренне дела. С Аллахом уединитесь чуть-чуть на час, на это подумайте. Расскажи, откройте душу Аллаху Субхану ва Тааля. Признайтесь Аллаху в любви. Признайте Аллаху Субхану ва свои грехи, какие мы немощны. Просите у Аллаху и Тауба. И поэтому, как говорят ученые, Аль-Ибра, лейся биняксиль бидаят билиль-ибра бикамялиль нихаят. То есть Аллаху не смотрит, как человек начал, а смотрит, как Аллаху закончил. Поэтому что-то кто-то, может, что-то не успел в Рамадан. Кто-то хотел три хатмы сделать, только два сделал, не успел. Кто-то хотел, например, столько сделал, но не смог и так далее. И в жизнь пролетает. И вот так месяц Рамадан тоже пролетел. Поэтому Аллаху Субхану смотрит, как мы закончим. Поистине дела расценятся по постоянным делам. Поэтому красиво в последние дни, иншалла, провести с искренностью поклонение Аллаху Субхану. Вауэллаху Субхану. Шейх Асад для Усамахту. Если некоторые братья, кто-то из братьев, который не постился ни один день в Рамадане, очнулся только сегодня, только вчера ночью, скажем так, есть ли возможность, что Аллах Субхану Ваталу ему прокоснется? Если с сегодняшнего дня, с этого момента, как только он услышит вас, как только ему сделают напоминание, если он на сегодняшний день номеровается хотя бы последний день только поститься, только сегодня начать молиться, он опоздал сильно или все-таки милость Аллаху безограничена и она ему может коснуться даже в последний час Рамадана. Милость Аллаху Субхану Ваталу безограничена. Знаете, когда заканчивается, когда заканчивается жизнь. Поэтому, пока у нас есть жизнь, двери покаяния, они постоянно открыты. Поэтому, Субхану Аллаху Субхану Ваталя, с милостью и милосердностью, Субхану Ваталя, его милость опережает его наказание, его гнев, Субхану Аллаху. Поэтому, как было, хотел бы рассказать одну историю. Пророк Мухаммад, Субхану Аллаху Субхану, рассказал. Это хадид, переводит Абу Хурейра, когда были два человека. Один из них был Салих, был праведным, другой был Талих, был грешником. И всегда вот этот грешник звал своего брата праведного на молитву, на поклонение. Он всегда говорил, я не буду, я не хочу и так далее, я не буду, не следовал за ним. И в один день, когда он его позвал, он сказал, дани, во Рабби, оставь меня своим Господом. Оставь, иди, молись, иди, поклоняйся, я не хочу. И тогда он сказал следующее слово, вот это Салих праведный. Аллах тебя не простит и не ведет тебя в рай. Судный день, пророк Мухаммад, Субхану Аллаху Алейсану, сказал, их приведут, и Аллах Субхану скажет, ты за меня решил, ты за меня решил, кого я накажу, кого я веду в рай. Тогда этого человека, который сказал, это праведное, вы скажете, накажите его. А этого человека сказал, я тебя прощаю по своей милости. Потому что ты в тот момент задумался обо мне и сказал, оставь меня своим Господом. Абу Хурейр, рад Аллаху Аню Раву, сказал, он сказал слово, которое уничтожил сам же свою Дуния и свой Ахилат. Поэтому мы, братья, мы не можем решать за Аллаха, кого Аллах просит, кого нет. Это, рахмату Аллаху, покрывайся, никогда не поздно, главное дело нужно начать. Но не надо оставлять самое главное дело на завтра. Вот сейчас мы слышим, мы услышали это, не надо, братья и сестры, оставлять на завтра. Сегодня, если я даже сегодня вступаю, начни сегодня поститься, начни сегодня Таубе просить. И просил Аллаху прощения. Если мы искренне будем с Аллахом, вот эти грехи, которые делали, это будет причиной того, что мы войдем в рай. Не просто Аллах сотрет наши грехи, а наши грехи превратит Аллах в в аббадат и ведет нас в рай. Как сказал Субханава Тааля, все кто попросили делали благие деяния они говорят в том аяте говорит поминайте грехи на благие дела а в другом аяте говорит то что их дела Allah сделает как благие деяния вот это благие дела их грехи обращаются в благие дела Аллах поминает их сияд на хасанат. В одном из них говорит, что они сияд на хасанат. Эти слова были сейчас не адресованы нашим братьям, которые, может, еще не успели. А вот нашим братьям и сестрам, которые успели, которые провели весь мир в поклонении, в постях, в покаянии, все, что каждый мусульманин должен совершать в этом месяце. Я просто вспомнил сейчас одну фразу, которую сказал Абн-Абн-Кайям, и прошу вас просто разъяснить нам это на русском языке. Как может быть так, что человек, который совершил маасия, совершил грех, его грех может превратиться в причине, которая, посредством этого греха, он войдет в рай. А то благое дело, которое он сделал, он устанавливается причиной того, что он войдет в ад. Это все возвращается, если человек сделает благое, у него зашла ужб, то это введет его в ад. Если он сделал сайиа, и после этого он сделал сайиа для того, чтобы подтолкнул его к табу, это сайиа его введет в рай. И тем братьям, которые постились и так далее, самое основное, что просить, чтобы Аллах принял. Аллах в Коране говорит, Это те, которые дают из того, что Аллах им дал, и их сердца переполнены трепетом, что они вернутся к Аллаху. Это те, которые воруют, которые делают зина, которые пьют алкоголь и боятся, что они к Аллаху вернутся. То есть они постятся, молятся, но их сердца переполнены трепетом, примет ли Аллах, это нет. Поэтому это отдельная схема, поэтому, как говорили сахабы, выходили в Мухаммаду саллаху алисалам, Умра и Бакр и Аллаху алисаляму, говорили, я, мяшин мусульмин, иннакум сумтам салатин аль-явмам, фаль-явмам, харачтам . Вы порастились, порастились 30 дней, мы выставили молитвы 30 дней, но сегодня вы вышли для того, чтобы просить, чтобы Аллах принял. И сахабы, р. 3-пол-года просили, после того, как завершили Рамадан, чтобы Аллах принял от нас. Поэтому мы просим, Аллах принял, чтобы наши братья и сестры, чтобы наше пост не был просто джуа аль-аташа, чтобы не было просто голодовкой и жаждой, чтобы наши бессонницы и усталости. А что было с ним принято? Были наши дела искренне, ради Аллаху Субхану Анатолу. Ва-барак, Аллаху Субхану Анатолу. То есть заключение ваше слово было в том, что мы, которые пока поклонились, которое Аллах Субхану Анатолу дал нам по его милости совершить и провести Рамадан так, как положено, как только закончится Рамадан, это для нас не должно быть причиной, что мы отстанем от того, чего мы начали, то, чего мы совершали в этом месяце. Не гордиться своим благим деянием, которые мы совершали, думая, что это на это все. Потому что это может и стать, как вы сказали, как выразили с ними слова, то причина, по которой войдем в ад. А те люди, которые, может быть, очнулись только сейчас, ну, искренне сделаны, по крайней мере, на деле, что Аллах Субхану Анатолу, возместили все дни, которые не постились и просили Аллаха прощения, и обещали, что они будут начать свою жизнь заново по Сунни. И следовая слова Аллах Субхану Анатолу, возможно, именно эти люди войдут в рай, а те, которые... Ученые говорят, такой признак, то, что Аллах принял, то, что человек после этого стал лучше. Например, некоторые после хаджа возвращаются, говорят, ты поменялся, да, поменялся? В чем? Чуть-чуть загорел, и у меня температура поднялась. Вот это поднимается. Субхану Анатолу, и все. А некоторые, субхану, приехали после хаджа, намаз начали больше читать, на филе уроза держать, садака больше давать. Лучше искренне стали, отношения к родителям лучше стало, в семейных отношениях, поэтому мы проверим, если мы после рамадана стали лучше, значит, это Аллах принял. Если человек не изменился, хуже стал, то, значит, Аллах не принял. Поэтому, валлай, мы с вами смогли, братья и сестры, халяля ради Аллах оставить, еду, питье, бризис супругой, то харам в первую очередь нужно оставлять после рамадана. Дарак лафикам, дарак малахи, дарак малахи, дарак малахи. Дарак малахи, дарак малахи.